Вот уже 90 лет местечко Лиман к западу от Парижа является синонимом скорости. На трассе Сарте стартует одна из самых старейших гонок в мире. 24 часа Лимана наряду с Формулой 1 можно смело называть вершиной автоспорта. В этот раз мы приехали сюда, чтобы рассказать вам про гонщиков. Нередко гонщиков называют сверхлюдьми. Их работа – это постоянный риск, невероятные физические нагрузки и, как в любом спорте, серьезный прессинг. Современный пилот – это не просто сорви голова, который жаждет скорости и ради адреналина готов рисковать жизнью и здоровьем, как это было во времена первых Лиманов. Современный пилот – это в первую очередь образованный человек, который должен быть и инженером, и менеджером, и, конечно же, спортсменом. В Лимане стартуют пилоты топ-уровня. Участие в этой гонке делает любого гонщика особенным. Для многих просто выход на старт этого марафона, не говоря уже про победу, вершина спортивной карьеры. Успех в этой гонке не менее важен, чем результат по итогам всего чемпионата мира по гонкам на выносливость, в календарь которого включена эта 24-часовая гонка. Одна из фишек этого гоночного уикенда – традиционный парад пилотов, который собирает огромное количество болельщиков, мечтающих увидеть своих кумиров на расстоянии вытянутой руки, ну и, конечно, если повезет взять автографы. И ведь правда, за время уикенда гонщики раздают такое количество автографов, что многие знаменитости могут позавидовать. На эту легендарную гонку мы приехали в составе российской команды G-Drive Racing, одного из лидеров чемпионата мира по гонкам на выносливость в категории LMP2. У нас очень сильный состав гонщиков. Во-первых, Роман Русинов. У него большой опыт, в том числе и в Лимане. Также у нас есть очень быстрый Джон Мартин, неоднократный победитель гонок на выносливость. Ну и британец Майк Конвой, талантливый пилот. Новый человек в Лимане, но также достаточно опытный. Несмотря на то, что у пилотов во время уикенда огромное количество работы, не связанной напрямую с пилотажем, стоит помнить, что гонщик – это в первую очередь спортсмен, который должен выдерживать колоссальные физические нагрузки по ходу гонки. Последние 4 месяца мы серьезно готовимся к этой гонке. У нас есть специальные упражнения, у нас есть специальная диета. И когда мы приехали в Лиман, мы должны быть в топовой форме. Трасса, которая используется для марафона уже 90 лет, состоит из части классического автодрома с необходимой инфраструктурой и из дорог общего пользования. В первую очередь Лиман сложен тем, что тут длинная трасса без освещения. Хитрость и сложность в том, что один участок трассы может быть сухим, а над другим может идти проливной дождь. Мозг должен быстро обрабатывать информацию. В общем, нет ни минуты для отдыха. Из-за постоянно меняющейся погоды с самого старта гонку начали сопровождать многочисленные аварии. Почти каждый час на трассу выезжал автомобиль безопасности. На трассе автомобили разных категорий и разница в скорости напрямых между спортпрототипами и машинами классов GT очень велика. Наш экипаж уверенно лидировал в своем классе с приличным отрывом до глубокой ночи, когда выяснилось, что не работает подсветка номера на борту автомобиля. Пришлось в срочном порядке устранять неполадку, так как по регламенту номер должен быть всегда подсвечен. Лидерство было утрачено, но после решения проблемы и возобновления гонки машина под номером 26 оставалась самой быстрой на трассе. Пилоты методично меняя друг друга штамповали быстрейшие круги и не допускали ошибок, что позволило Роману, Майку и Джону в итоге подняться на третью ступень подиума, одной из самых престижных гонок в мире. Ну и, конечно, после финиша, пожалуй, самый волнительный момент для всей команды, ну и, разумеется, для гонщиков – церемония награждения. В такие моменты становится понятно, для чего эти люди выходят на старт, для чего нужна эта непрекращающаяся работа с журналистами, инженерами и автомобилем. Редактор субтитров А.Семкин